Жителям симбирских высоток добираться до работы или возвращаться обратно домой приходится вот таким вот образом. Дети ходят в школу тем же самым путем. Дырку в заборе делают сами жители. Известно, что ограждение здесь установлено в рамках закона и в целях безопасности. О том, что целостность ограждения необходима для безопасности, говорится в объявлении, которое развешаны в подъездах домов. Такое решение приняла межведомственная рабочая группа по предупреждению экстремизма и терроризма. Однако некоторые жители считают, что путь через больницу является самым безопасным и коротким, особенно для детей, которые учатся в 40-м лицее. Жилой комплекс состоит из трех домов и в общей сложности там проживают около полутора тысячи человек. Дойти до школы и вернуться обратно можно и другим путем через помойку, гаражи, здания ритуальных услуг и стаю собак, гуляющих здесь по вечерам. Все словно по мотивам хорошего фильма ужасов. Этой дорогой чаще всего пользуются школьники лицея номер 11, многие из которых как раз и проживают на улице Кирова 6. Вот знаете, можно от лица детей, как вот детям страшным. Во-первых, они заканчивают школу, сейчас уже темнеет и рано. Возвращаются, то есть получается, если мы, ну дети возвращаются со школы по прямой, говорят, 300 метров, а обратно со школы нужно вернуться полтора километра назад, уйти от дома, от объектов. И еще полтора километра обратно к домам пройти, да, то есть, ну это получается 3 километра. Очень-очень опасно. Вера со своей семьей переехали в элитную многоэтажку несколько лет назад. Тогда ее дочка ходила в сад, поэтому прокладывать путь через больницу не приходилось. Но это, как говорится, до поры до времени. Второй год подряд она водит дочку в школу и приводит обратно. Они вместе перелезают через дырку в заборе, потому что женщина боится за своего ребенка. Вдруг пойдет не тем путем. Мы хотели бы, чтобы нам сделали проход, потому что, в принципе, рассмотреть возможность есть. И даже через областную больницу выделить какую-то зону огражденную, пусть мы не претендуем, но тем не менее, чтобы у нас была доступна школа и все остальные сферы социальные. Но не все родители микрорайона разделяют мнение, что чем короче путь, тем он лучше. Мать двоих детей Елена, конечно, тоже не в восторге, что одна из дорог проходит через похоронное бюро. Но своих детей в школу не провожала никогда. Просила всегда выбирать тот путь, который надежнее. Пусть и займет больше времени. Ну это, наверное, еще зависит многое от родителей, как они организуют своего ребенка и скажут, насколько безопасен будет путь. Можно и ритуальными услугами пройти, но у нас есть и альтернативные дороги. Можно пройти вдоль дома и также вот выйти к этим пешеходным переходам. То есть я своим детям говорю, особенно в темное время суток. Одним из первых в нашу редакцию с просьбой помочь разобраться в ситуации обратился житель дома на улице Кирова Дмитрий Лютов. Мужчина рассказал, что впервые объявление в подъездах о восстановлении целостности забора, который, к слову, уже не первой свежести и, судя по всему, стоит со времен строительства больницы, появилось еще в конце сентября. Правда, сначала оно было за подписью администрации медучреждения. Я, естественно, как неравнодушный житель, который, к тому же, и пользуется очень часто, решил обратиться в соответствующие государственные органы с целью проверить вообще на законность. Дмитрий написал письмо в прокуратуру, ссылаясь на Конституцию Российской Федерации. Обратился к уполномоченному по правам человека. Правда, пока ждет ответ от адресатов. Мы же ждать не стали, решили узнать, откуда ноги растут. Так как последнее объявление было подписано управляющей компанией, отправились к ним в офис. Директор рассказал, что восстанавливать целостность забора приходится уже в который раз. И это не их прихоть. Действует по предписанию прокуратуры Ульяновской области. Существует необходимое постановление о том, что территория областной клиники, она считается, как бы, территорией клиники, и она должна быть закрыта для проникновения посторонних лиц в определенные часы. Жильцов мы понимаем, конечно, и, как бы, частично на их стороне, но ситуация так складывается, что во всем виновата управляющая компания. По словам Сергея, они заложники обстоятельств. По указу органов, по просьбе больницы приходится латать дырку в заборе. Хотя к нему они никакого отношения не имеют. К этому забору отношения мы не имеем. На сегодняшний день, значит, с областной клиникой мы связывались. На балансе у клиники этот забор тоже, как бы, не стоит. Но это территория клиники. Вот, хотим мы того или нет. В больнице нам эту информацию подтвердили. Кому принадлежит забор, они не знают. Однако комментировать что-либо на камеру отказались. Зато прислали письмо, где написано, что также действует согласно предписанию. Территория больницы – непроходной двор. Объект должен находиться под особой охраной и, как следствие, защищен. Мы бы не обсуждали столь широко эту тему, если бы она не касалась безопасности детей. Это относится не только к Ульяновскому региону. Не все дороги в школы страны освещены, а главное – безопасны. Это подтверждает чудовищная ситуация, которая произошла месяц назад в Саратове, где по пути в школу с утра была убита маленькая девочка. Профилактических акций недостаточно. На одном из аппаратных совещаний губернатор Сергей Морозов просил региональное министерство образования и науки разработать специальную карту рисков, привести разъяснительные работы в школах, чтобы максимально точно понимать, какими дорогами ходят дети, и исключить на их пути все риски. Давайте сделаем карту рисков движения наших детей. Мы должны это сделать совместно. Установим там видеосистемы, установим там специальные датчики, чтобы ни один ребенок не был подвержен этому риску. В министерстве пояснили, указания губернатора исполняются. В рамках программы «Дом, школа, дом» до 1 ноября в учреждениях образования прошли родительские, общешкольные и классные собрания с участием силовиков. Кроме того, на сайте ведомства работает специальная вкладка, где граждане могут рассказать об опасных местах на пути к школам. Как оказалось, на дороге к 11-му и 40-му лицеям жаловались и онлайн. Правда, по другому участку. Выявлен был немножко другой опасный участок при переходе с университетского городка, так скажем, через железнодорожные пути. По симбирским высоткам обращения не было. В принципе, нужно посмотреть, так как микрорайон достаточно оживленный, много детей там проживает. Будем смотреть, наверное, в индивидуальном порядке, как там организовать безопасный маршрут. Можно долго переводить стрелки друг на друга, искать виноватых. Правда, у каждого своя. Но безопасность и комфортность детей превыше всего. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Руслан Баталов. Специально для Управды ТВ.